Государственный музей Востока За сто лет своей истории стал одним из крупнейших центров по изучению искусства и культуры Азии и Северной Африки. С первых лет своей работы музей собирал коллекции искусства Узбекистана, будь то памятники эпохи неолита, элитарные золотые украшения или художественные полотна успехских живописцев. У истоков создания этих коллекций стоял крупнейший российский исследователь Востока Борис де Ниге. Будучи директором музея еще в 1924 году, впервые побывав в Средней Азии, он принимает решение организовать первую археологическую экспедицию музея в Узбекистан на городище Старый Термес, расположенного на берегу Амудари у границы с Афганистаном. По мнению академика Академии наук Узбекистана, археолога Эдварда Артвеладзе, Борис де Ниге прекрасно понимал, какие огромные возможности для исследования и пополнения музейного фонда таит в себе Узбекистан. Действительно, с первых дней работы экспедиции было ясно, что эта земля таит в себе уникальные находки. За три основных полевых сезона экспедиции была проведена огромная работа. Здесь были открыты два памятника, впоследствии ставшие всемирно известными, пещерный буддийский монастырь Каратэпэ и дворец термесских правителей XI-XII веков. Наряду с материалами археологических экспедиций с территории Узбекистана коллекции Музея Востока пополнялись благодаря закупкам и дарам из частных собраний.